Вкалывают роботы, а не человек. Это лет пять назад слова из песни про прогресс казались фантастикой. Сейчас это уже реальность. В фойе волейбольного центра участников и гостей фестиваля робототехники встречает Михаил Белозуб и его подопечный робот-фанук на пульте управления. С него можно выставлять скорость, менять углы поворота. То есть, в принципе, с него вся программа и пишется. Ее можно как вкладывать через компьютер, так же и через этот пульт. Таких работников, которые не берут больничных и отпусков в мире, по словам проект-менеджера, трудится около 500 тысяч. На фестивале фанук должен в первую очередь продемонстрировать юным инженерам и программистам. Роботы бывают разные. Этот робот, он, в принципе, может любые операции делать. Это робот-манипулятор, который, по сути, это рука, в который можно поставить любой инструмент. Он может шлифовать, полировать, перемещать, сваривать. В данном случае он как бы имитирует покраску. Яков Карпин приехал на фестиваль робототехники Одинцовского района из Котельников, чтобы принять участие в соревнованиях по детскому хакатону. А пока было время, поиграл в футбол. Играл в футбол в виртуальной реальности. Как твои впечатления? Необычно. Соревнования на фестивале прошли в нескольких категориях. Одним роботам предстояло преодолеть маршрут, нарисованный организаторами мероприятия. Другим ловко передвигаться по лабиринту, а третьим побороться друг с другом. Но изюминка инновационного мероприятия, говорят организаторы, детский хакатон. Хакатон на самом деле это взрослое мероприятие, где специалисты, группы специалистов из различных отраслей, это менеджеры, программисты, дизайнеры, работают над решением какой-то сложной технической проблемы. Ну, например, разработка какого-то приложения для отслеживания лесных пожаров. То есть это, как правило, большое мероприятие, которое объединяет порядка нескольких десятков, сотен таких команд-разработчиков. Мы решили подобный формат перенести на детскую аудиторию, и в нашем детском хакатоне могут принять участие ребята от 7 до 12 лет. На создание робота, признается участница фестиваля из Лобни, Анна Шляга, ушло минут 40. Гораздо больше времени ей и товарищу по команде, Милану Яблонскому, пришлось потратить на программирование. Я буду принимать участие в конкурсе, где мне нужно будет запрограммировать робота так, чтобы он проехал по линии от одного пункта до другого. Это очень сложно? Ну, с такой трассой это будет, да, сложновато. Если большинство участников фестиваля уже несколько лет занимаются робототехникой, то Александр Чернов из Трехгорки отходил в кружок год, после чего бросил это дело. Но желание создать умный город и роботов-уборщиков оказалось сильнее, поэтому мальчик продолжил творить самостоятельно, практически из подручных материалов. Он может, например, мыть раковину, вместо такой швабры. Просто намылил сюда и воду налил, и как бы моется себе. Лет через 10, говорят инженеры, роботы в нашей жизни будут нормой, но едва ли они смогут полностью заменить людей, поэтому опасаться того, что умные механизмы завоюют человечество не стоит. Они возьмут на себя выполнение рутинных задач, тем самым освободив нам время для отдыха и творчества. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.